Привет всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться тем, какие блюда мы готовили на праздничный новогодний стол. Снимала все очень быстро, потому что всем уже хотелось быстрее за стол попробовать все приготовленное. Надеюсь, это видео будет для вас интересным. Помните рецепт салата-закуски «Монастырская изба»? У нас в семье все любят сыр, смешанный с чесноком и майонезом. Обычно мы готовили закусочные бутербродики с черным хлебом и сырно-чесночной намазкой. На этот раз мы решили сделать такой вариант с крабовыми палочками. Получается очень вкусно! Ссылочку на рецепт обязательно оставлю в описании под этим видео. Покупная морковь по-корейски нам не очень нравится, поэтому мы готовим этот салат всегда сами и, как правило, 30 декабря, так как морковка должна хорошо промариноваться. Рецепт этого салата тоже есть у меня на канале. Нам нравится сочетание корейской моркови с грибами муэр. Их мы покупаем уже готовые в лавке с корейскими салатами. Какой же Новый год без селедки под шубой? Ее мы готовим, как правило, без яиц. Ссылочка на наш вариант салата будет в описании. Заливная рыба и холодец. Оба этих блюда также очень любят в нашей семье. К ним обязательно подаем горчичку с хреном. К сожалению, рецептов заливного и холодца на канале пока нет, но я надеюсь исправить это упущение. Конечно же, оливье. Думаю, все умеют готовить этот знаменитый салат. Единственное, мы не добавляем отварную морковь. Нам она в этом салате не очень нравится. Коронное блюдо нашего новогоднего стола – это манты. Очень любим их со сметаной или маслом. Мы не готовим, например, котлеты, запеченную утку, курицу, фаршированную рыбу. На праздники у нас все любят именно манты. Они получаются такими сочными. Рецептом этого блюда очень скоро с вами поделюсь. Также в качестве закусок на нашем столе грибочки, маслины, бутерброды с икрой, огурчики, помидорчики, балык, красной рыбы. Кстати, про балык. Взяли по кусочку киты и кижуча. И кижуч оказался крашеный. Поэтому будьте внимательны при выборе красной рыбы. Из сладкого, конечно же, свежие фрукты, немного консервированных ананасов и манго. И какой же Новый год без вкусного торта? У нас все любят мой фирменный торт Панчо. Он получается такой сочный и неприторный. Рецепт, кстати, тоже есть у меня на канале. Посмотрите, какой он в разрезе. Его я готовлю 30 числа, чтобы торт хорошо пропитался. Вот такой новогодний стол у нас получился. Я всем желаю, чтобы этот год был для вас ярким, вкусным и полным положительных эмоций. Если вам понравился такой обзор, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой канал. Здесь вы найдете много простых и вкусных рецептов. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok